Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал Виктору Медведчуку подумать над тем, чтобы отменить санкции против Украины. Путин пообещал Медведчуку подумать об отмене санкций против Украины. Виктор Медведчук приехал в Россию в преддверии местных выборов, которые состоятся 25 октября. Президент России на встрече с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» пообещал поговорить с премьером Михаилом Мишустиным о возможности отмены санкций против ряда предприятий Украины. И у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы на реализацию продукции в России, оказались в сложном положении. Это самое главное. Это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута и все с головы стало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений с перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема, сказал Путин в ответ на просьбу Медведчука рассмотреть возможность отмены санкций против некоторых украинских предприятий. Лично я эту фразу, эту цитату президента воспринимаю как вежливый отказ. Дело в том, что Виктор Медведчук – это человек, который достаточно часто ездит о чем-то просить в Российскую Федерацию. Он монополизировал на Украине российскую повестку дня. И вы знаете, по прошествии шести лет после государственного переворота это стало походить на то, что украинские олигархи сели на какой-то свой сходняк и договорились о том, что вот этот олигарх будет финансировать националистов, а вот этот олигарх будет финансировать русское плечо. Собственно говоря, Виктор Медведчук – потомственный украинский националист, а мы это знаем со слов самого президента Российской Федерации, он является финансистом и родоначальником русского мира на Украине. Украинский националист является донором русского мира. И таким образом получилось два плеча, которые схлестнули смертельные схватки по националистическому признаку между украинскими националистами и, наверное, русскими националистами на Украине. И все это привело к шестилетней вакханалии с обрушением экономики, с понижением общего уровня жизни украинцев вообще на всех без исключения территориях. И вот с тех пор Виктор Медведчук периодически приезжает в Российскую Федерацию, периодически делает какие-то предложения. У него было огромное количество предложений в 2016 году, которые до сих пор не реализованы. Сегодня он приехал попросить об отмене санкций для Украины. А нужно понимать, что отмена санкций это прежде всего первым своим ходом удар по олигархам, по их экономическим интересам. Фактически от имени олигарха в Украине Медведчук приехал и попросил о себе какие-то льготы, скидки, пользуясь своим статусом пророссийского политика, который узурпировал российскую повестку дня. При этом хочу напомнить, несколько месяцев назад прошла информация о том, что Коломойский является бизнес-партнером Медведчука. Здравствуйте, друзья! На днях вышло одно очень любопытное журналистское расследование, которое, к моему удивлению, не вызвало особого резонанса, хотя оказалось достаточно сенсационным. Журналисты программы «Схемы» выяснили, что олигарх Игорь Коломойский и пророссийский политик Виктор Медведчук являются деловыми партнерами и имеют совместный бизнес в энергетике, металлургии и медиа. Оказалось, что Виктор Медведчук является совладельцем телеканала «1 плюс 1», да-да, того самого телеканала, который в России и ЛДНР называли рупором украинских карателей и фашистов и считали, что он селит ненависть к жителям Донбасса. Я не буду пересказывать это все расследование подробно, вы его можете найти и прочитать сами, я в описании даю ссылку на это расследование. Оно стоит того, чтобы его прочесть, хотя бы просто для понимания всего цинизма и всех реалий украинской политики. Я лишь скажу о том, что это расследование, это, знаете, не какое-то допущение, да, это факты. И Виктор Медведчук абсолютно не отрицает того, что имеет общий бизнес в Коломойске, он уже прокомментировал это расследование. И в ответ на вопрос журналиста, который спросил, ну как же так, вы же вроде там пророссийский политика, Коломойский, ну сами знаете, да, кто для России. И Медведчук ответил буквально следующее. Вы же идеологически разные совсем люди, но вопросы бизнеса есть вопросы бизнеса, при чем тут идеологически? Это все настолько прекрасно, что у меня даже нет слов. И на этот счет есть даже прямая речь Медведчука, то есть у него нет принципиальных возражений против того, чтобы общаться с человеком, который финансирует националистов, который, собственно говоря, и разжигает эту войну. То есть Медведчук и Коломойский это бизнес-партнеры, которые на том самом олигархическом сходнике и договорились, кто будет играть какую роль. Хочу обратить внимание на то, что предложение, высказанное Виктором Медведчуком, Вячеславу Володину, спикеру Государственной Думы, относительно того, чтобы сблизить Верховную Раду и Государственную Думу, оно на самом деле вызывает еще больше вопросов. Представьте себе, да, на Украине произошел государственный переворот. От момента государственного переворота любые государственные учреждения являются нелегитимными. Выборы Зеленского и перевыборы Верховной Рады это тоже очень сомнительная легитимность этих государственных институтов. И получается, что поскольку в Верховной Раде находится постмайданная клановая группировка, которая принимает все вот эти законы по вопросам русского языка, по вопросам другим, которые, собственно говоря, и создают условия для гражданской войны на Украине, вот эта нелегитимная майданная власть, которая засела по факту Верховной Раде, пришла и устами Медведчука, я уже даже их путаю, обратилась к спикеру Государственной Думы, а давайте мы будем плотнее общаться, а давайте мы будем, ну как бы, налаживать мосты. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Это речь идет о том, что незаконная майданная власть, у которой местами руки по локоть в крови, которые повинны в развязывании гражданской войны, и которые по факту, независимо от того, как пойдет история Украины, идут под снос, они предлагают взять и привязать к этому субъекту или объекту Государственную Думу, орган государственной власти, одну из ветвей государственной власти Российской Федерации. Это понижение. И я очень рад, что в России ширится понимание того, что с этими людьми иметь дело уже категорически нельзя. Ответ президента, я подумаю, это вежливый отказ. Это маркер, это сигнал украинским олигархам, которые сидят на своем сходнике и ждут возвращения Медведчука с каким-то результатом, это сигнал, что все будет идти совсем не так. И положение украинских рабочих, которые работали на предприятиях, ориентированных в сторону Российской Федерации, Россия подумает над тем, как их положение улучшить. Я считаю, что ответ президента Российской Федерации Владимира Путина, Виктору Медведчуку, который в очередной раз приехал за выпрашиванием каких-то особых себе льгот, особенно накануне местных выборов, назначенных на Украине 25 октября, это попытка в очередной раз использовать российский ресурс для того, чтобы припарковать свою задницу в удобное кресло и продлить свое пребывание в украинском политикуме. И этот вежливый отказ означает, что, скорее всего, нет, чем да. А как вы относитесь к этому событию на политической арене? Спасибо. Спасибо.